просто делай то что нужно и я всегда это делаю сэм всегда нужно понять вот что такой стремный перевод сэм фишер которого ты знал мертв его убила америка попросив у него жертву слишком многие пересекают одну и ту же черту его убил пьяный водитель какой-то анонимный козел переехавший его дочь и сваливший она была единственным в его жизни что его очеловечивала его агентство его убила она подставила его и спустила с цепи приказав ему спустить курок на его лучшего друга в грязном нью-йоркском подвале в тот день от руки сэма умер ирвинг ламберт и сэм умер тоже поэтому он ушел ушел из третьего эшелона из жизни которую он знал уехал из америки оставив все позади он слетел с катушек и стал бродяжничать в поисках причин чтобы продолжать жить в итоге он нашел одну причину до него дошел слух о том что возможно смерть его дочери не была несчастным случаем он узнал имя и узнал место где нужно проводить поиски город под названием балетто на мальте прошу простите сэр да вас к телефону наилучшими пожеланиями от звонящего спасибо кто это как ты нашла меня сэм ты меня недооцениваешь и не говори что не узнал мой голос даже спустя столько времени грим чего ты хочешь спасти тебе жизнь это для начала на рынок только что зашла группа вооруженных людей которые ищут тебя и идут в твою сторону если ты не будешь меня слушаться разговор будет очень коротким ни черта я не стану делать пока ты не скажешь как нашла третий эшелон мы следим за каждым посмотри вверх увидишь его вижу тогда я верну его на безопасную высоту и можешь идти дальше ты так и не сказала как нашла меня иди на твою позицию движется враг пока ты сидишь на месте ты отличная мишень так что двигайся к скоплению палаток на рынке там полно укрытий как старые времена а при как старые времена сэм оружие есть я предпочитаю не рисковать стреляя по камерам наблюдения очень благородно но сейчас важно вытащить тебя в целости и сохранности поэтому иди в укрытие и я не смогу тебе помочь сэм а потом уже что-то начинается а 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 я на месте секунду подключаясь городской энергосети так я смогу перегрузить трансформаты на границе знаем что этот парень один и теперь чё папа папа двадцать лет на заднем фиасе сколько тебе там в шестьдесят уже что ли сара кто ты малая а а а а а и а и а по а а а Как-то странно. Иди сюда. Ничего страшного, чем в твердом. Иногда твердость – это хорошая вещь. Например, когда ты хочешь спать. Я могу спать с светлой. Когда светлое, ты не можешь видеть в месте, в твердом. Но когда светлое, ты можешь видеть, что вокруг тебя гораздо лучше. Слышь. Если есть монстры или плохие, ты можешь видеть. И если ты в твердом, они не могут видеть тебя. Я не могу видеть тебя, так как ты. Пожалуйста, ты можешь включить светлое? Окей. А как это? Есть еще один интересный момент. Есть еще один? Да, мне. Окей, здесь. Когда ты в твердом и ты в твердом, ты можешь видеть все разные вещи вокруг тебя. Ты можешь видеть это очень хорошо. И тогда ты можешь делать что-то с ними. Как что? Ну, посмотрите на твердом. Ты можешь видеть это очень хорошо, да? Если там были монстры стоящие, потому что я могу видеть это. Может, я мог бы сделать это упасть. И они не пугали. Молодцы. Темно и мило. Как тебе нравится? Неплохо для трусы. Выходи и сражайся. Эй! Черт! Это было неплохо. Давай, покажись, гозёл. В смысле, блядь? Я думал, Тешбан проломил. Теперь ты говоришь. Папа, что ты делал с ним, папа? Сэра, блядь. Что ты делаешь, папа? Что ты делаешь? Сэм, поговори с мной. Сэм? Сэм? Ты там? Давай, не подпишись на меня. Черт. Вот ты где. Они прислали подкрепление. С ними главный. Если доберешься до него, я его опознаю, и ты будешь знать, что спрашивать. Так, прыгнуть, прыгнуть. Банды. Найти главаря банды. Угу. 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 а надо теперь опять рукопашку чтобы восстановить ликвидацию данных его зовут дмитрий граммкас он местный уличный главарь работает по найму вместе с баной и кто ему платит сейчас может сам его спросишь прошу пожалуй я блядь нечаянно черт фишер черт перезарядить да ты ты лошара короче это случайность о да господи дерьмо эти парни не дураки наверняка перекрыли задний вход на рынок так чтобы их откроют ладно восстановить отрождение он идет сюда мы раньше умрем от старости он может скрываться где угодно может быть туристы недостаточно укрытий это должно быть где-то здесь наверное где-то поблизости подбираемся к нему поближе потом приканчиваем и получаем денежки обещанные парнями из больших кабинетов обещанные парнями из больших кабинетов а блядь сколько тебе надо нахер а где тот хуй еще один был так а туда я ж тоже могу да полчаса пойти а ну мне сюда хуя ты парень меня ищешь козел хватит лилять кто тебя послал иди нахер хе 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 а а а а а а а ладно хватит хочешь знать кто меня послал это кобин андрей кобин он занимается наркотой оружием достает людям товары этого мало зачем кобина убивать меня если я скажу он убьет меня он псих я тоже псих он был за рулем когда сбили твою дочь ну хвастался понимаешь услышал что ты идешь и нанял меня чтобы тебя убить раньше чем ты его советую вернуть ему деньги где мне его найти ты не понимаешь они убьют меня ну тогда я тебя убил если не скажешь в городе старомузей на улице короля георга он сейчас там обитает охрана перед домом и по бокам и говори ему что это я сказал о я ни слова ему не скажу не говори ему что я тебе это сказал но я всегда знал что сэм отправится именно туда все мерзкие дела на мальте проходили через этот особняк все действия кобина базировались там и он превратил это место в крепость если честно это было только началом ведь после этого он наполнил особняк нервными парнями с автоматами но сэм знал что кобин там и что он может знать что то о том что случилось с его дочерью поэтому сэм хотел попасть туда любой ценой познавать и в в в в в в Зеркало подверг Зеркало подверг Все назад, да? Зеркало подверг Прыгнуть не надо туда прыгать Покупа Зеркало подверг Покупа 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 и водяйся тупые нахуй аспарди и нужна поддержка обли поддержка выдал он и сейчас нахуй И войти тут можно было, типа, открытая дверь А, понятненько Пошел ты нахуй Умри, сука Вот оно кривое, конечно Моя пушка Все полетит как всегда Полицейским поспешат Ситуация на рыбе Я принимаю И что нам с этим делать? Перетащи их в задний двор Пусть кто-то другой с ними разбирается Думаю, это уже что-то А кто эти засранцы вообще? Не знаю, парни из ЦРУ, КГБ Я слышал что-то такое, что Кобин их убрал Кобин убирал секретных агентов? Черт, вот теперь я под впечатлением Я немного зол Какого черта он делает? Он руководит секретными агентами? На кого он работает, блин? Кто просит его руководить агентами? Кто может прийти за этими парнями? Вы натуральные неженки Сняли что-нибудь с трупов? Нет, здесь идентификация под печатком пальцев Так что, если ты не владелец, ты не можешь его ни подать, ни использовать Кроме очков, которые закрывают мозги Ты должен туда отправиться, так? Тебе очень нужно туда отправиться Может вы заткнетесь уже? У меня такое предчувствие, что Кобин чересчур недоволен Если он утонет, мы утонем вместе с ним Ты мне нравишься больше, когда ты толковые вещи говоришь Я не знаю, что Кобин чересчур недоволен Чтоб тебе Чтоб тебе Чтоб тебе Шпатки, пацаны Твой Мне это не нравится Блядь, не ожидал А, это меня типа спалили здесь, да? Я получаю Черт побери Это для граммкоса Давай, Суфер, выстави Черт, ты покойник Никто не связывается с Кобином Готов походить Нарываешься, Фиша? Блядь, подожди, я что-то туплю нахуй Долбака, беспилят Ты же вроде как солдат Черт, давай вперед Давай, черт Я же скоро упомнил Пора выходить Ебать, он кривой конечно тот Тебе лучше прятаться, Фиша, в черт в трус Не кончину Аааааа... ну блять да конечно такой сия стелсер то убойная сила дальность точечность убойная сила а до 2 ствола типа нельзя да я так понял вооружиться получите могу цена одевая а где брать эти бабосики давай давай чем быстрее мы все это загрузим тем быстрее мы доберемся к американцам в аэропорту и чем раньше мы это сделаем тем раньше нам заплатят все готово мы опережаем график только не говори об этом парням да кроме шуток кто-нибудь знает что в большом ящике не знаю да мне неинтересно это дорого это россия это значит что в этой рейте мы воспользуемся обыкновенным пилотом он постоянно выполняет сложные поставки он должен быть есть да кобин ему доверять а американцы нет вот почему они отправились в эту поезд а лезть куда лезть а а мне не спалят а а а а а и тут не могу да не как пересли по на другой только бля все замес начнется бля чар чар а это что не видит Пора двигаться, ребята! Сделай это, давай! Ты покой не будь! Ой, ебать! Ублюдок на втором этаже! Живее, живее! Он там, там! Прячься, Фишер! Ты слабак! Нужна перезарядка! Ты ничего не дождёшься, Фишер! Хрен с ним, я иду! Ублюдок на втором этаже! Прячься! Мы тебе покажем, сволочь! Выходи! Ребята, осмотреть территорию! Ублюдок на втором этаже! Я иду! Убил! Убил! контрабандист оружия все вы закончили сучки теперь у меня есть эта хуйня и эта хуйня да дробаш граната появилась почему? это потому что ты будешь мертвым, слышишь? мертвый, мертвец! так если ты хочешь уходить, я даю тебе хуйню ты продолжаешь идти, я буду ждать и я обниму тебя в таком случае, как я обниму всех других кто мертвует с мной и еще одна вещь, твоя дочь, твоя любимая дочь она хуйня! я вижу как ты сдохнешь мне это не нравится, держите выходы будьте внимательнее и действуйте лезь, а куда мне лезть? зачем? мне не надо никуда лезть это ерунда выходи и решим все я его не вижу эй! там! огонь! это для грамоти походи на все вот дерьмо знай, что ублюдок должен быть где-то здесь блядь хуйня ты бошили даже нихуя не понял блядь я не знаю, как ты так дал, Фишер но ты не придешь дальше ты заходишь меня? ты заходишь меня? где ты нашел меня? и это я не знаю я не знаю, что ты заходишь ты понимаешь? и ты знаешь, почему не? это потому что ты будешь мертвы ты понимаешь? ты хочешь прыгать? я покажу тебе начать ты продолжай я буду ждать и я обниму тебя таким образом я обниму всех друг... давай, Диша, подходи, берись и еще одна вещь твоя дура, твоя пречаственная дура ты блядь сколько бы в му... ох, блин Тихуя себе, блядь. Это парни, блядь. Блядь. Покажи, если ты уходишь, я тебе дам письма. Ты продолжаешь идти, я жду. И я тебя обучаю, как я обучаю. И я обучаю тебя, как я обучаю. И кто-то с тобой. И еще одна вещь. Тихая дочь, твоя другая дочь, ты ж блядь. Тихая дочь, блядь. Тихая дочь, блядь. Тихая дочь, блядь. Ты в музее, Фишер, выходи. Приятель. Он должен быть где-то там. Мне конец. Держи. Сдохни. Та щас, нахуй. Тебе боишься? Кого мне, блядь, бояться? Ты че, ебанулся? Я проверю эти парни. Все должно быть чисто. Чем занят, Фишер? Любуешься картинами? Ага. Картинами, блядь. Поконник, выжишь? Поконник. Это Фишер. Он снова тут. Фишер. Ой, живи ну тебя нахуй. Угу. Фишера еще не нашли. Фишера еще не нашли. Угу. Его ликвидация имеет высший приоритет. Первое правило боя. Не лишай себя опоры. Угу. Как думаешь, здесь призраки бывают? Что за? Что за? Аааа! Угу! Так, так, так Угу, там оконова У двери О, я ничего не видел О, выйди посмотри туда Увидимся внизу Ребята, ребят Блять Хули ты такой громкий, ёбаный рот Босс, а что если он через окно войдет? Тогда ты его застрелишь Что это за дурацкий вопрос? Скажу прямо Никто никуда не уйдет Никто никуда не уйдет Никто никуда не уйдет Погоди, царь Вам нужно просто заткнуться И держать пушки на готове Я понятно, дорогой? Да Молчать я сказал Спокойно, Бог А ты не указывай Я готов А вы, кретины Я готов Я вообще готов Я ничего не слышу Ты что-нибудь слышишь? Черт Ладно Проконтролируй Посмотри, что происходит Так, сейчас один сюда пойдет Босс, я ничего не вижу Он должен быть здесь Им нужно расправиться Чего вы ждете? Убейте его нахер Желкое зрелище, Кишер Выходи, я Ладно, пошли Пошел Это мой дом, слышал? Мой дом Да что ж ты никак не подыхаешь Ты меня не возьмешь Эндрю Хобин Ты там что-то говорил о моей дочери? О, боже, нет Я просто неудачно пошутил, мужик Я не хотел Клянусь, я не хотел Да ты что? Загладь свою вину передо мной Скажи, зачем ты ее убил? Я не могу тебе сказать Ты можешь только убить меня Это была просто работа Пишер дал мне фотографии И приказал доставить тело Вот и все Обычная мокру... Они слишком расплывчато На кого ты работал? Не могу сказать Я на них еще работаю Они убьют меня Если скажу У тебя я убил, дурачок Тебе сейчас не их нужно бояться Тебе сейчас не их нужно бояться И круче меня Ты что, не понял? Они сказали мне, что ты придешь Бросай оружие, фишер Сейчас Я не могу сказать Сэм, ты должен уйти с ним Еще как черт подери Пожалуйста Ты должен довериться мне в этом Будешь говорить с этой темпераментной бабой, фишер Очень рекомендую тебя послушать Она знает такие вещи Которые будут тебе очень интересны Почему так долго, твою мать? Руки вверх, идем легко и просто База, это Ястреб-1 Мы нейтрализовали Пантеру Готовы вернуться на базу Ладно, ты получишь свое Но смотри, есть ли это подстава Саданан 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 Я буду счастлив, если мы высадим спящую красавицу здесь Рид тоже Я видел его людей у вертолета Готового к вылету Наверное, ему не терпится Полковник Прентис Я добрался сюда так быстро, как мог Да уж, Оскар Том Рид Очень нетерпеливый человек Эээ, полковник Не хочу показаться назойливым Но мне очень хотелось бы поговорить с вами об оплате Мне сказали, что Кобин разберется с этим Ну да, сэр Но с тех пор произошли некоторые изменения Дополнительные пассажиры, приборы И более дальний маршрут полета Послушай, Оскар Займись этим с полковником Ридом Он о тебе позаботится Было ясно, что кто-то хотел поговорить с Сэмом Вот почему они так старались подставить его у Кобина Вот почему они накачали его транквилизаторами И отправили домой Он был нужен им послушным Когда они разгружали его на своем частном полевом аэродроме в Блу Рич Потому что если бы они этого не сделали Он бы разнес там все в хлам голыми руками He's awake He's awake И нюх He's awake И он может отправиться с ним